Рабствуйте. Здорово. Вы сейчас пилкуетесь? Чё? О чём общаетесь? Прабы всё. Политика, история, война, вторжение фашистской России в Украину. И чё? Общайте эти темы, подходит? Ну, я бы не сказал, что фашистская Россия и вторжение на Украину. Давайте разберёмся по пунктам тогда. Начнём сначала или с конца? Да, как желаете, без разницы. Давайте с конца. Почему вы считаете, что Россия не вторгалась в Украину? Ну, потому что изначально в соседнем консультации случился военный переворот. Нет, вопрос задал. Почему вы считаете, что Россия не вторгалась в Украину? Ваше мнение, что там где-то что-то в другом государстве произошло, это... Я вас поздравляю. Но это событие в другом... Которое никак не касается. Почему вы считаете, что ввод войск на территории чужого государства не является определением вторжения? Слушай, как заявил классик, у нас с вами серьёзный разговор? Или у нас шоу? После этого началось шоу, да, мужчина. Но, тем не менее, задаю вопрос. Ну, тут просто всё не так прямолинейно. Ну, почему вы считаете? Да-да, давайте проведём параллель. Давайте проведём параллель. Немцы вторгались в Советский Союз или нет? Тут не бывает прямолинейно. Немцы вторгались в Советский Союз или нет? Ну, немцы было вторжение на территорию Советского Союза или нет? Ну, изначально было вторжение в Польшу, а не в Советский Союз. Я про события на территории Советского Союза. Немцы вторгались на территорию Советского Союза? Нет, изначально было вторжение в Польшу. Я про 41-й год. мне просто интересно почему ты приводишь именно такой фактор немцы вторгались на территории советского союза или нет а почему ты мне пример не приведешь югославскую войну я потому что привожу тебе пример именно этот сейчас немцы немцы вторгались на территории советского связи или не вторгались ты можешь мне ответить немцы вначале вторглись в польшу сорок первом году 22 числа они вторгались нет но вначале же немцы вторглись сорок первом году в польше вторглись я просто первый год спрашиваю 22 июня они торгались на территории советского союза или нет нет немцы вначале вторглись в соседнее государство 21 июня сорок первого года они сначала вторглись соседнее государство до изначально они вторглись они в австрии вторглись сначала ну а потом в чехию польшу и так чехословакию не было чехии тогда в соседние государства вторглись до италия захватила албанию потом италия германии заключили железный пакт потом нужно было германии польский коридор потом был заключен пак молотого риббентропа потом 1 сентября они напали на ту же самую польшу до этого за три недели до этого британия заключилась польшей военный союз о защите польши где был также где была защита от европейского государства секретом по которой протоколе была расшифровка что секрет что европейское государство поднимается гитлеровская германия потом французские потом было французское вооруженное вторжение в качестве защиты польши сарайские земли потом бита не отправила 200 тысяч солдат на ла-манш потом да 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 потом швеция через норвегию отправляла в руду германии морских коридоров потом советский союз торсов финляндии потом норвегия отказ отказалась пропускать британию через свои воды для помощи потом в итоге корабли стали заходить через международные воды потом вторжение было в дании через норвегию потом герман британия туда стянула свои восками с францией потом аэродрома были захвачены оборона провалилась я имею и я тебе это все рассказываю потому что в твоей цепочке произошло только один момент у тебя в твоей цепочке германия вторглась в польшу а после этого по твоей цепочке она вторглась на территорию советского союза а вы еще даже до чем берленда не дошли который покинул свой пост и нами на его место стал гитлер а еще да это это советского союза это поминаю еще не вторгается в бельгии чтобы напасть на францию на что французы с британцами заходят в бельгии чтобы защитить ее но будут являются ну разгромлены потом оставляется ордены а у меня совместно французы так как французы думали что они будут непроходимые гитлер отправлять туда 50 девиз и британия кстати в этом случае достигла самых лучших результатов она благополучно смогла остатки своих войск эвакуировать с территории франции потом гитлер начинает обстреливать великобританию на что черчилль в ответ отправляет свои бомбардировщика чтобы бомбить территорию кинзову германских заводов а еще черчилль отправляют то же самое лжи чтобы весь французский флот чтобы он не достался гитлеру а у него сразу польша потом советский союз здравствуйте мужчина город герой харьков украина из какого города и чем общаетесь общаюсь окончании государственность украина есть предпосылки можете мне озвучить что такая государственность это савернитет государственность суверенитет что такая государственность нет вы назвали суверенитет а государство сегодня это разные вещи что такое государственность государстве институты конституция и так далее то есть верховная рада президент и так далее украина скоро потеряет украина скоро потеряет верховную раду верховную раду в украине больше не будет верховной рады каким образом у нас исчезнет верховной рады потому что у вас есть противоречие между верховной рады и властью президента власть президента у нас парламентская президентская мужчина у нас парламентская президентская верховная рада выше чем президент я пытаюсь понять о чем вы просто вы говорите что есть разногласия но верховная рада в старше чем президента на выше уровнем если есть разногласия то тогда президент убирается но вы же сказали что государственность это верховная рада есть предпосылки что нас верховная рада не станет у вас есть предпосылки и по факту к поводу чего нет легитимен можете обосновать доказать это согласно какой статье он нелегитимен тогда как вы откуда вы знаете тогда с чего вы взяли что он нелегитимный да не закончился да не закончился а вы специалист по конституции украины что будет какой статье будет то же самое давайте откройте что вы считаете что у вас президент легитимы что я не считаю это знаю но согласно с какой статье каким согласно какой статье вы решили что нелегитимный но вы сейчас как бы занимаетесь как бы ожиданием я занимаюсь с ожиданием ответа просто я не по нему понять вы не специалист по конституции украины по законодательной базе украины и вы мне заявили что президент нелегитимы сейчас собираетесь залезть конституцию я читаю чтобы понять легитимный он или нет и вот интересно как это будет сейчас происходить я не считаю я знаю что он легитимный но вот вы не зная конституция украины сейчас собираетесь залезть конституцию чтобы понять легитимным или нет какие статьи вы будете читать ну вы мне скажите как бы готов ну свое мнение поменять я бы начал со статьи 92 19 пункта продал бы же бы 106 пунктом девятнадцатом и двадцатым и закончил бы восемнадцатым устава и под закончил бы 108 статьей я бы так сделал если отталкиваться от конституции ну то есть вы считаете что я не считаю я знаю вы не знали вопрос вы не зная вот эти вы не зная конституции украины удача утверждать что он нелегитимный и сейчас залезли в конституции украины чтобы понять легитимный он или нет я задаем вопрос какие статьи конституцию собираетесь читать его не задать вопрос какие бы я посоветую игры я советую начинать с 92 продолжит 106 19 пунктом а закончить уже 108 статьей это если отталкиваться от конституции потом уже перейти на законы ко мне обращается олег около обращаться как андрей так я это ну как бы не будут сливаться там ничего я сейчас посмотрю какая ситуация как бы да по факту потому что ну у меня есть информация что зеленский как бы уже вот на данном этапе он нелегитим откуда у вас эта информация ну из источников каких единственный источник который может определить единственный источник который может определить легитимны он или нет это конституционный суд и верховная рада не постановление конституционного суда не постановление верховной рады о легитимности или негативности президента нету у него есть определенные как бы сроки полномочий нету если есть есть такой принцип на котором на основном которым базуется конституция вот в украине то принцип институционной непрерывности к это было постановление еще если не ошибаюсь сейчас скажу точно восемнадцатого года пятого пункта что значит институционная непрерывность это означает что сроки действия вышестоящих особ на должностях то есть конституционный суд верховная рада либо президент длятся до тех пор пока на их место не приходит с этого момента пока на их место не приходит преемник я это ну как бы не буду сливаться там ничего я сейчас посмотрю какая ситуация как бы ну по факту потому что ну у меня есть информация что деревки как бы вот на данном этапе он легитимный пойдет а а